Заработок от взращивания. Как зелёные технологии могут приумножить доходы фермеров? Какая помощь оказывается аграриям, использующим водосберегающие устройства? Программа поддержки Казагра. Какие сферы зелёной экономики необходимо развивать Казахстану? А также экспертное мнение от лауреата Нобелевской премии смотрите в сегодняшнем выпуске. Влияние зелёной экономики на сохранение окружающей среды колоссальное. Примечателен и тот факт, что переход экономики на зелёные рельсы положительно отражается на бюджете как целой страны, так и простого фермера. Недряя инновации, мы приносим в жизнь каждого человека качественно новый уровень. Одним из примеров можно назвать стратегию государства к 2050 году по обеспечению 500 тысяч рабочих мест в данной отрасли. Казахстан играет ведущую роль на глобальном уровне в продвижении идеи зелёной экономики, особенно в борьбе с изменением климата путём принятия добровольного целевого показателя выбросов. Конечно же, энергетическая выставка в Астане – очень хороший пример того, как страна пытается сосредоточиться на проблеме экономического кризиса. Поэтому, я думаю, Астана и выставка обеспечили очень важный импульс для продвижения зелёной экономики, в особенности среди людей Казахстана. Зелёные решения могут внести неоценимый вклад в экономическое пользование исчезающих природных ресурсов, очищение страны от техногенных и бытовых отходов, получение богатых урожаев с минимальными затратами и развитие экотоваров. Сегодня Казахстан пропагандирует зелёные направления не только в рамках страны, но и далеко за её пределами. К тому примерами являются объединение стран под программой «Зелёный мост», а также будущий Международный центр зелёных технологий. Я думаю, что Казахстан может сосредоточиться на улучшении продвижения зелёного бизнеса. Зелёный бизнес можно найти в области энергоэффективности в зданиях и промышленности, а также для переработки мусора и отходов. Именно на эти направления следует обратить внимание казахстанцам для развития зелёной экономики. Одним из доходных промыслов является вторичная переработка отходов. Предприниматели этой сферы стали получать от государства больше дотаций в связи с принятием соответствующего закона и внедрением механизма расширенной ответственности производителей. Например, сегодня организации по вторичной обработке отработанных шин получают финансовую поддержку, пропорциональной к объёмам утилизации. По этому же принципу будет оказана помощь и организациям, перерабатывающим стекло. Немало предприятий получают доходы от приёма бумажных и пластиковых изделий. В скором же времени внесут запрет по захоронению пищевых отходов, что даст несомненный рост предпринимательству по переработке отходов и заводов по изготовлению биогаза. Запрет на размещение в полигонах пищевых и строительных отходов запрет вводится с 1 января 2019 года. То есть в течение года на сегодняшний день у местных исполнительных органов власти, так как они входят в их компетенцию управления отходами, вместе с нами должны качественно реализовать дорожные карты, которые согласовало Министерство энергетики по внедрению раздельного сбора ТБО и развитию сектора вторичной переработки отходов. В результате этого мы рассчитываем и надеемся, что тот запрет на пищевые отходы и на строительные отходы, они смогут в течение года создать всю необходимую инфраструктуру и такой необходимости размещать их уже не будет на существующих полигонах. Не новость и то, что пустующие подсобные и чердачные помещения могут стать источником дополнительного дохода. Для жильцов многоэтажных домов такие помещения можно оборудовать под мини-огород для сбора свежего урожая. Пример того, как круглый год можно выращивать различные салаты, обучают в эко-деревне Арнасай, близ столицы. По этому принципу в стране функционируют семь аналогичных комплексов, среди них фитотеплицы и биовегетарий. И в каждом из них люди могут обучаться конструированию небольших теплиц с применением зеленых технологий. Перспектив развития органической земледелии очень большие. В результате его развития наши казахстанцы не только, ну, в первую очередь, это сельские жители, но в то же время мы обучаем городских жителей. Например, мы обучаем их производству органических продуктов, развитию органической земледелии в подвалах. В наших агоэтажных кварталах очень много территорий, подвалы не используются. Не используются балконы, не используются лоджии. И вот мы в наших центрах обучаем наших сограждан использовать именно те пустующие площади. И это большая помощь семейному бюджету. Не только у сельских жителей, это может быть хороший такой малый бизнес. Желающим превратить изученное в предпринимательство также оказывается помощь. Сельскохозяйственникам, внедряющим систему по капельному орошению и другим водосберегающим методам сегодня Казагра оказывает финансовую поддержку. Фермеры могут получить заем до 10 лет с процентной ставкой 5,5% годовых. Предусматриваются и льготы по лизингу техники. Главные условия для получения таких льгот – экономичное пользование техникой, водосбережение и получение богатого урожая. Мы с 2009 года финансируем ряд инвестиционных проектов. В том числе это проекты по созданию крупных тепличных комплексов, по созданию интенсивных садов, а также по производству сельскохозяйственной продукции с использованием системы капельного орошения. Если по крупным проектам посмотреться, то получается по инвестиционным проектам мы финансировали 49 крупных тепличных хозяйств, общая стоимость которых составляет свыше 52 миллиарда тенге. И общая площадь теплиц составляет 176 гектаров. Кроме того, мы финансировали проекты по созданию интенсивных садов. Общее количество этих проектов составляет 22 проекта, общей стоимостью свыше 10 миллиардов тенге. Сегодня в сельском хозяйстве существует немало вопросов по экономии воды, сохранению плодородности земли, а также формирование рынка биоудобрений. А значит, в этой сфере необходимо проведение обработки почвы и снабжение фермерства электроэнергии путем внедрения новых технологий. В настоящее время используется в рыбоводстве такая технология, как аквапоника. Суть этого принципа выращивания рыб заключается в том, что происходит комбинированное выращивание рыб с растениями. То есть рыбы при выращивании рыб, они выделяют в воду различные биоагенты, органические соединения, это нитраты, нитриты, которые в свою очередь поглощают корни растений. При этом растения идут, у них бурный рост, плодоносят и так далее. А растения нам возвращают на рыбе чистую воду. То есть происходит обогащение воды и отклонка растений. Эколого-дружелюбный вид бизнеса в итоге не приносит вреда и здоровью человека. Потому что заводы с производством экопродуктов не загрязняют атмосферу, перерабатывают вещества с тяжелыми металлами в составе, а энергия добывается от природных источников. И даже краски для отделки домов стали производиться без едкого запаха и вредного содержимого. Наступает и пора распространения эко-мебели, где поверхность дерева или обшивка мягкой мебели проходят через пропитку антибактериальными средствами. К сожалению, у нас нет той мебели, наверное, более экологичной, которая изготавливается из чистой древесины, без примесей всевозможных полимеров. На сегодняшний день у нас вся мебель, в состав входят полимеры. Что получается от полимеров? Это у нас, получается, идут формальтегиды, фенолы, идет испарение, то есть получается от мебели. Чем это опасно? Оно влияет у нас на здоровье. В ключе, получается, именно заболевание нервной системы. Это на развитие плода оно влияет, также оно влияет, получается, на аллергические реакции, всевозможные у людей появляются. И также здесь, наверное, все-таки стоит отметить, что на сегодняшний день не то, что людей пугать, а о том, что мы должны понимать, что вот эти отходы, мебельные даже отходы, мы должны их утилизировать. Расходы, затраченные на производство товара, отражаются на его цене. Применение новых технологий приведет к снижению затрат на стоимость и рабочего труда. Широкое применение зеленых решений и возрастание конкурентной среды, в свою очередь, приведут к удешевлению стоимости таких технологий. Именно о такой среде сетует лауреат Нобелевской премии, которая может послужить развитию зеленого бизнеса и приносить доход как стране, так и бизнес-структуре. Оставайтесь в курсе актуальных новостей зеленой экономики и смотрите нас через неделю.